В чем смысл жизни? И есть ли он вообще? Ну, вопрос вечный. И, наверное, каждый человек рано или поздно задает себе такой вопрос. И ответы на этот вопрос, они зависят от того, в какой конкретной ситуации человек находится. И когда, как мы, большинство людей живет в аду, ну, этот вопрос имеет, на самом деле, недовольтворительные ответы. То есть человек не может найти покоя, потому что он не понимает, как устроена жизнь, он не понимает, какое место он в ней занимает, и вообще, что от него зависит, а что от него не зависит. Вот. Поясняется следующая вещь, что каждый человек является частью Вселенной или частью Творца, это все равно, да? То есть вот точно так же, как наши клеточки являются частью нашего тела, да? Но они часть жизни живут для нашего тела, а часть жизни они живут для себя. Точно так же и человек. И мы это можем очень легко увидеть, потому что существует и нумерология, и астрология, то есть существуют такие дисциплины, которые показывают нам, что в нашей жизни очень много предопределено. И это естественно, если мы являемся частью какого-то большого организма и живем ради него. Вот. И, скажем, Творцу не нужно, чтобы мы были все одинаковые. Чем мы будем больше различаться, тем больше опыт он получит. Поэтому мы все разные. И когда мы хотим понять, ради чего мы живем, мы должны понимать, что мы управляем своей жизнью. И второй, кто управляет нашей жизнью, это Творец. И каждый человек, если он верующий, то он понимает, что Творец находится у него внутри, что он его не бросил, когда создал, а что он продолжает его вести по жизни. Вот. Он создает ему уроки, создает ему экзамены, вот. Приводит тех людей, которые помогают ему понять свои достоинства и недостатки. То есть там есть и учителя, и ученики, и информаторы. Есть просто зеркала, в которые можно увидеть свое минутное эмоциональное состояние. То есть все для человека, ты только живи. Вот. И смысл жизни в том, чтобы жить, совершенствоваться, очищаться, учиться, становиться лучше. Я бы сказал, становиться богаче. То есть иметь больше детей, иметь больше знаний. Вот. Создавать прекрасные возможности для своего рода. И большинство людей, они, если можно так сказать, живут по животным программам. То есть, что такое животные программы? Это еда, это секс, это доминирование в социуме. Вот эти три программы, они для большинства людей являются основными. И для них вот такой смысл жизни. Но есть люди, которые представляют собой уже жизнь по совершенно другим человеческим программам. И каким образом, собственно говоря, вот до этих программ дойти? Получается так, что первые восемь лет жизни человек, если мы будем рассматривать, каким образом развивается его мозг, его физическое тело, то что физическое тело позволяет нам реализовать все то, что мы задумали. И вот мы смотрим, как же развивается. В течение восьми первых лет развивается лимбическая система. То есть, как раз та система, которая управляется животными программами. Где-то с восьми примерно лет до подросткового возраста, вот здесь начинают у человека развиваться, я бы сказал, что уже человеческие программы, но они имеют характер подражания, они еще не имеют характер сознательного использования. И только уже где-то к 22 годам, если продолжается развитие, если продолжается рост, получение новых знаний, вот тогда у человека возникают уже совершенно другие потребности. Он может делать вещи, которые нужны не только для него лично, его семьи или для его рода, но и вообще для всего человечества. И когда мы рассматриваем, собственно говоря, божественное устройство мира, то мы видим, что основным и самым правильным устройством мира является, если можно так сказать, общинная жизнь. Что такое общинная жизнь? Это такие анклавы, в которых люди, которые их составляют, они все одинаковые. То есть, если мы будем рассматривать духовное развитие человека, они находятся на одном и том же, скажем, уровне гармонии. Так, что такое уровень гармонии? Это уровень самоорганизации живой системы. И вот этот уровень гармонии, он у всех людей одинаковый. И у человека есть самые высокие проявления психики и самые низкие проявления. И вот для людей, которые находятся, которые живут в общине, они являются гармоничными. А что такое гармоничный человек? Это когда мы смотрим, скажем, на духовное развитие человека, и оказывается, что самые низкие, самые высокие проявления у него одни и те же. То есть, он, на самом деле, не размазан по духовному миру сверху вниз, а он представляет собой как бы точку. И все люди в общине, они такие же. И поэтому я могу, живя в общине, поручиться за любого человека, который в этой же общине. То есть, он такой же, как я. И это, собственно говоря, и называется круговой порокой. То есть, что такое круг? Круг – это и есть название общины. Или круг, или цирк, или... Откуда пошло слово «церковь»? Оно пошло от слова «община», на самом деле. И вот люди, которые живут в общине, они все одинаковые. И спрашиваются, ну, хорошо, ну, что же, вообще все люди одинаковые? Нет, у каждого своя, собственно, жизнь. Но есть и другие общины, в которых уровень развития духовного, он совсем другой. И поэтому вот такие вот отдельные англавы, англавы, они представляют собой возможности для развития людей. То есть, человек, который, скажем, получил все в своей общине, что ему нужно, и начинает расти дальше, ему нужно искать свою другую общину, то, в которой он будет своим человеком. И даже в церковной службе есть до сих пор такая фраза – «Господь хранит пришельцы». Какие пришельцы? Ну, вот эти вот мигранты, которые ищут свою общину. Это не те пришельцы, которые... Приходят, неизвестно откуда, из разных мест вселенной. Вот такая вот, на самом деле, линейка смыслов жизни. Их очень много разных, понимаете. И вы можете быть животным, вы можете быть человеком. Смысл жизни будет для вас совершенно разным. Продолжение следует...